Друзья, всем привет! С вами Кэмэл, вы на канале Дневник Верблюда. Сразу же скажу, что, скорее всего, с вероятностью 99,5% это моя последняя запись на ютубе, потому что я с него решил все-таки окончательно уйти. Меня вполне устраивает рутуб, потому что все те же авторы, которые есть, ну почти все, они сейчас присутствуют там, поэтому большую часть времени, примерно 80% из того, что я смотрю видео какие-то, я провожу там. И примерно 7% Яндекс.Дзен, ну и оставшееся время ютуб. Я не вижу никакого смысла там находиться. Считаю, что в сложное время нужно поддерживать своих, а не каких-то там нехороших людей с правильными лицами, как они считают, что они самые лучшие. Вот лучших я не хочу поддерживать, я хочу поддерживать своих. Я о чем я сегодня хотел рассказать. Я хотел рассказать немножечко о том, что сейчас происходит, потому что в последнее время очень серьезно вот у нас осложнилась обстановка в районе Приднестровья. Периодически пролетает по российской территории. Ну а обещание наносить удары по центрам принятия решений. Пока так и остаются обещаниями, потому что данные обещания... Кошка не шумеет, у меня котенок чуть не сбил на штатив. Так вот, данные решения принимает политическое руководство, а не военные. Были бы военные, они уже давно все к чертовой матери уравняли. Но политическое руководство пока приняло такое решение, что ничего не наносить. И поэтому слова остались словами, обещания остались обещаниями. Ну вот пока так. А вот безнаказанность, видя, что ничего не происходит, оно как раз и подхлестывает организованную преступную группировку под названием Вооруженные силы Украины, террористического государства Украины, простите, я неправильно сказал, к тому, чтобы наносить удары по России. Ну вот как раз я хотел поговорить о террористическом государстве Украины. Почему она террористическая? Ну, во-первых, внутреннее у них положение, не положение, а внутренние события, которые происходят, конечно, они меня не касаются, мне это не очень интересно. Но, тем не менее, я скажу, что да, вот то, что внутри страны происходит, в которую стоял там бункерный шкет, кокаиновый наркоман, Зеленский его шайка, пидерастов, блядь, во главе с ним, наверное, он главный пидор. Ну, иначе как терроризму назвать невозможно. Ну, и плюс надо преддобавить тому, что они же собирались убить нашего журналиста Соловьева. И, как назвать, только терроризм. Терроризм. И вот эти вот удары без объявления войны, без всего, без объявления спецоперации, это такие же террористические акты на территории Российской Федерации, которые проходят под эгидой так называемого государства Украины. Вот, значит, следующее. Я безмерно поддерживаю решение нашего руководства о том, что необходимо проводить было эту спецоперацию на территории уже бывшей Украины, можно честно сказать. К сожалению, мы боремся не с самой гидрой нацизма, а только с щупальцами, которые нацизм раскинул по всему миру. Щупальца надо рубить. Надо рубить больно, надо рубить сильно. Ну, конечно, придет то время, когда мы будем бороться с самой гидрой, вот с самими главными террористами на планете, с самими вот этими вот спонсорами терроризма. Это Соединенные Штаты Америки и Великобритания. Вот это главные. Это те, кто дестабилизирует нормальную жизнь в мире, которые считают, что им все должны. Они должны грабить и жить за счет этого хорошо. Вот Россия, она как раз сейчас с этим борется, борется с разной степенью успешности. Пока еще битва не ясна, но я... Для многих... Ну, для меня она... Так, кошка, ну хватит, а! Так вот, для многих она не ясна, но у меня лично вопросов не возникает на этот счет. Я верю и знаю, что победим мы, потому что за нами правда, потому что наше дело правое, поэтому мы победили. Но, тем не менее, рано или поздно нам придется бороться имени с самой Гидрой, вот с этими двумя странами. Как я уже много раз говорил и писал у себя в ВКонтакте, что такие государства, как Соединенные Штаты и Великобритания, они не должны существовать. Вот воспринимайте мои слова, как хотите. Физическое ли это уничтожение, либо это расчленение этих государств, создание условий для распада, как угодно, но вот этих быть не должно. Они должны просто закончить свое существование, для того, чтобы на планете Земля воцарился наконец-то мир и спокойствие. Плюс, также должны пострадать их подхалимы, вот эта вся Западная Европа, вот эта вся фигня, вот они должны также пострадать. Я думаю, что они пострадают из-за высоких цен на энергоносители, с последующим подъемом цен на все и, соответственно, с голодом, потому что наша страна не особо-то будет пытаться им что-то поставлять. Я думаю, что они очень серьезно хребнут лихо. И, наконец, они успокоятся, забудут, что они просвещенная Европа, а не немытое грязное говно, которое, от сожалению, благоухало, воняло, блядь, и могло только грабить другие континенты. Больше ничего они делать не могли. Я очень думаю, что, наверное, еще при моей жизни наступит порядок, когда я смогу увидеть своими глазами сильную Россию и более-менее спокойные окружающие страны, спокойный мир, где никто никому не будет угрожать. Я очень на это надеюсь. Ну вот, наверное, это все, что я хотел сказать, потому что добавить мне нечего. Кроме того, что наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. По-другому быть просто не может. Ну, а вас я призываю подписаться на мой канал в Рутубе, который называется Верблюд по Пензе, в котором я выпускаю свои исторические видео. Ну, и на аналогичный канал в Яндекс Зен, где я просто пащу разную всячину. В основном историческую, но бывает просвякивать что-то и другое. Ну, в общем, как-то так. Всем пока. Увидимся на других платформах. Ютуб. Бай-бай.